МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырычкина. Сегодня в выпуске. О будущем съемочная группа национального телевидения слушала послания президента страны. Первым делом самолеты. Школьница из Чебоксар готовится к чемпионату мира по авиа- и судо-модельному спорту. Отель двух миров на сцене русского драматического театра. Очередная премьера. Сегодня новость номер один. Ежегодное обращение президента страны к Федеральному собранию. Это 13-е по счету послание. Оно длилось 69 минут и не менее 10 раз прерывалось аплодисментами зала. Это мероприятие считают своим долгом посетить депутаты Государственной Думы, сенаторы, чиновники и политики, губернаторы и общественные деятели. Сегодня в пресс-центре Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца работали и мои коллеги Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов. В 2017 году больше внимания будет уделено экономике, социальным вопросам и внутренней политике. Каждый блок послания – это конкретные шаги в этих направлениях. Это обозначение проблем и пути их решения. Например, в социальной сфере, по мнению Владимира Путина, число желающих стать врачами и учителями выросло в несколько раз. Это показатель престижности профессии, несмотря на невысокую заработную плату бюджетников. Важно считать президент присутствия во всех больницах и поликлиниках высоко скоростного интернета, что тоже напрямую влияет на качество оказания медицинских услуг. И сделать это необходимо в течение двух ближайших лет. Необходимым считать Владимир Путин и выведение на новый уровень санитарной авиации, ведь ее помощи спасают людей. В бюджете страны на развитие медицины катастроф будет предусмотрено более трех миллиардов рублей. Про образование. Владимир Путин заявил, что школ в ветхом и аварийном состоянии в России оставаться не должно. Он призвал педагогов видеть в каждом ребенке одаренного ученика. Мы с вашим руководителем Чуваши постоянно на эту тему взаимодействуем. Я считаю, крайне важными являются несколько вещей. Это, во-первых, такая превентивная работа по профориентации школьников, по возможности их обучения, прежде всего, в нормальных, качественных учебных заведениях и в средних учебных заведениях, специальных. Это рабочие профессии. Сейчас тема связана с развитием всех наших новых технологий, приоритетного опыта. Сейчас мы начали обучать преподавателей именно в рамках проекта продвижения WorldSkills, который у нас очень хорошо идет. Мне кажется, что это должно уже стать такой определенной практикой. Это подготовка, в принципе, прежде всего рабочих кадров. Президент призвал больше вкладывать в ОПК, тем более, что в 2016 году сельское хозяйство принесло больше доходов, чем продажа оружия. Отдельно президент остановился на IT-отрасли, которая, по его мнению, должна стать одной из ведущих. Владимир Путин использует все виды связи с нашими жителями. Поэтому это и пресс-конференция, это и прямая линия, это и вот такие встречи с федеральным посланием. То есть он использует любую возможность для того, чтобы со всеми сообществами встретиться и пообщаться, и снять, наверное, впечатление о том, как развивается общество, что недостаточно и что необходимо в первую очередь сделать. Чувашская республика участвует во всех программах, которые были инициированы президентом. Это и национальные проекты, это и те программы в образовании, которые мы сейчас реализуем. И, конечно, для нас очень важно получать такую федеральную поддержку весомую. В корне должно быть изменено налоговое законодательство, отметил президент. В своем обращении Владимир Путин призвал поддерживать малый и средний бизнес, обеспечить прозрачность контрольно-надзорных органов, более активно кредитовать. Конечно же, это очень важный документ, документ для всех и чиновников, и депутатов, документ для исполнения, документ, который мы должны проработать и в последующем, в течение года, все, что сказано было в послании, мы должны притворять в жизнь. Прорывные, так называются, базные технологии, на которые сегодня Владимир Владимирович Путин обращает внимание. Поддержка мало предпринимательства, создание условий, налоговая сфера благоприятная. То есть те барьеры, которые существуют, над которыми мы давно работаем, они окончательно должны быть сняты. В ближайшее время создадут специальную группу, которая будет работать над реализацией послания Владимира Путина. НЕТ подать напрямую с компьютера показания счетчика в управляющую компанию или оплатить услуги ЖКХ. 23 пенсионера прошли курсы компьютерной грамотности в рамках республиканской социальной программы. Весь ноябрь они под руководством педагога осваивали премудрости информационных технологий. Специалисты пенсионного фонда утверждают, что интерес к этой науке большой, и в республике уже более 4 тысяч пенсионеров владеют навыками работы с компьютером. В планах ведомства обучение неработающих пенсионеров «АллатРик», «Анаша», «Шумерля», «Новочебоксарская» и «Чебоксар». Программа рассчитана на 32 часа, и по окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца, которое даже позволяет трудоустроиться по специальности оператор ПВМ. И все же главная задача таких курсов – обеспечить пожилым людям доступ к государственным информационным ресурсам. Пенсионеры, желающие обучиться под компьютерной грамотностью, подают заявление в органы социальной защиты по месту проживания. Потом, после формирования соответствующей группы, обучение проводят учреждения образования, имеющие лицензию на дополнительное образование. В текущем году за счет бюджета пенсионного фонда будет направлено почти 475 тысяч рублей, а в целом 530 тысяч рублей на оплату за обучение компьютерной грамотности. Но пенсионер обучается бесплатно. Еще одна тема дня – единовременная выплата пенсионерам по 5 тысяч рублей. Ее получат в январе будущего года как неработающие, так и работающие пенсионеры. Таким образом, правительство страны компенсирует потери из-за инфляции. Республиканском управлении уже готовы к выплатам. Юлия Важенина, Республика. Дружба между столичной гимназией номер 5 и детским садом номер 23 «Берегиня» завязалась в прошлом году. Хорошей традицией у гимназистов стало навещать своих друзей и проводить с ними совместные развивающие занятия. Гимназисты вместе с детсадовцами делали елочные игрушки и рисовали, а особенно понравились малышам занятия по развитию моторики. Ольга Сорокина выбрала для своего мастер-класса кинезиологию и видит себя в будущем врачом. Двигательные упражнения, которые она выбрала, помогают улучшить умственные способности и физическое здоровье. Мне нужно будет очень много общаться с людьми, каждый о них видеть, понимать, как они себя ведут в каких-то условиях. И чтобы у меня было много практики уже изначально. Я очень счастлива, когда дети радуются, когда они учатся чему-то новому. Вот я считаю, что эта профессия именно для меня. Только в личном общении между ребятами стираются все барьеры и возникает то самое главное ощущение, что дружба и взаимопонимание никак не зависят от состояния здоровья и физических возможностей. Мир, он состоит из разных людей. И будущее наших ребят, оно, безусловно, будет сливаться с ребятами с ограниченными возможностями. И мы должны понимать, что для таких ребят мы должны создавать условия, чтобы была ситуация реализации. Дорогой всем и всегда! Отлично! А воспитатели детского сада «Берегиня» были очень рады юным помощникам. Совсем не обязательно, что в будущем эти гимназисты выберут для себя профессию дошкольного педагога. Но все они будут знать, какая именно поддержка нужна детям с особенностями здоровья. Сегодня мы увидели огромную большую семью. Это наши воспитанники и ученики гимназии номер пять. И мы доказали, что дети одинаково любимы. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. Будущая интеллектуальная лидера России 2016 форум. По таким названиям в конце ноября собрал в Ярославской области школьников и студентов со всей страны. В нем участвовала и школьница из Чебоксар. Девушка занимается авиа- и судомодельным спортом. С умницей, спортсменкой, просто красавицей встретилась и наша съемочная группа. Красивая девушка с хорошим маникюром резво вкручивает винты, соединяет провода, просит подать двигатель. Такую картину мы застали на станции юных техников в Чебоксарах. Знакомьтесь, Полина Зиновьева, одна из участниц Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России-2016» в направлении технологий материалов. На форуме девушка оказалась благодаря призовым местам на всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту, включая чемпионат России. О своих лодках гонщица может рассказывать часами и с такой же любовью, с которой ее подружки обычно говорят о новых платьях. Это гоночная модель класса ФСРВ 7,5. Освящена двигателем внутреннего сгорания 6,5 кубических сантиметров. Она на радиоуправлении здесь находится. Вся электроника, питание находится в борту. Бак на литр 75. Хватает на полчаса, даже чуть больше на случай перегона гонки. Он уже такой побитый в сражениях гоночных. Любовь к авиа и судомоделированию у десятиклассницы в крови клубом, где занимается Полина, руководит ее отец. С детства я росла вообще в среде самолетов. В доме стоит очень много моделей пластиковых, копийных. И вот с детства я наблюдала, как папа собирает модельки. Сама там красила человечков зачастую. Ну, какой-то вклад носила. Дмитрий Зиновьев и сам занимался в этом кружке с раннего детства. Потом начал преподавать. Говорит, в советское время это было очень популярное увлечение. Оно развивает мышление, учит работать с инструментами. Для детей, которые приходят буквально в третий, второй класс, им-то по крайней мере интересно, чтобы у них самолет летал. А вот дети, которые постарше, у них разбивается моторика, они начинают уже думать более объемно и конструктивно. Они уже думают, как вот старшие дети у нас, они уже не смотрят на чертежи, они сами придумывают модель, как им нравится. И они думают, почему вот это вот я так вот сделал, а у меня не полетело, значит, что-то надо переделать. В Чебоксарах раньше было много модельных кружков, сейчас осталось, насколько я знаю, только три. Сокращение это произошло в лихие 90-е годы, финансирования не стало, и многие кружки позакрывали. Сейчас держится авиа и судомодельный спорт на энтузиастах. Так здесь, на станции юных техников дети занимаются бесплатно. На плечи руководителей и родителей ложатся все расходы. Материалы, выезды на соревнования, стартовые взносы. Участие в форуме по линии оплатили организаторы, а вот чтобы поехать на чемпионат мира в 2017 году, на котором девушка будет представлять Россию, ей и ее товарищам по команде придется искать средства самостоятельно. Сказывается недостаток финансирования и на результатах. Нашим спортсменам, которые работают с перестроенными еще советскими двигателями, приходится соревноваться, например, с командой Германии и их двигателями «Мерседес». Впрочем, у нашей команды есть несомненное преимущество – это русская смекалка. А значит и шанс на победу, несмотря ни на что. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Больше 30 лет назад человечество узнало об этом недуге, и с тех пор он унес жизни десятков миллионов людей. Медицина не стоит на месте. Ученые всех развитых стран ведут работу над созданием лекарства, способного избавить людей от этой страшной болезни. Символом борьбы со СПИДом является красная лента, а главным оружием человека – профилактика заболевания. Ведь полностью избавиться от этого недуга невозможно. Но СПИД – не приговор. В Чебоксарах все об этом заболевании знают в Республиканском центре борьбы со СПИДом, который располагается по улице Ленина, 32А. Полной изоляцией лицом к лицу с одной из самых опасных инфекций современности работают врачи-инфекционисты. Вскрытые от посторонних глаз лаборатории, кровь пациентов проходит все этапы обработки. Наша лаборатория в данный момент, она единственная, которая занимается ВИЧ-инфекцией. И в итоге получается, со всех лечебных учреждений нашей республики к нам ежедневно более тысячи проб вступают на проведение этого анализа. В год где-то 250 тысяч анализов получается. За безликими пробирками скрываются судьбы совершенно разных людей. Неважно, какого пола, возраста, положения в обществе. В среднем за месяц 15 жителей республики узнают о положительном результате на ВИЧ-инфекцию. Вот этот промежуток, вот того момента, когда человек заразился, до того, когда он заболеет, он может быть очень длительный. До 7 лет, до 10 лет, в редких случаях до 12 лет. Человек, вот не зная это, допустим, многие годы жить спокойно и заражать остальных людей. Вот поэтому еще раз скажу, что очень важно, по крайней мере, хотя бы ежегодно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Процедура сдачи крови на ВИЧ-инфекцию ничем не отличается от простого забора крови. На следующий день я уже получу результаты своих анализов. Самое главное, что должен сделать человек после подтверждения диагноза, не опускать руки и начать лечение как можно скорее. Современные технологии уже способны максимально купировать болезнь. А опытные психологи Центра борьбы со СПИДом помогут справиться с отчаянием. Нередко такие пациенты живут полноценной жизнью, заводят семьи и рожают здоровых детей. С 2017 года препараты для базовой терапии будут производиться в России. И, соответственно, лечение ВИЧ-инфекции станет гораздо доступнее. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Традиционная акция «Сообщи, где торгуют смертью» дала свои результаты. В МВД и прокуратуре по Чувашии поступили десятки сообщений. Все они проверены, в том числе информация о надписях на фасадах некоторых домов и нежилых объектов, с помощью которых рекламировались наркотики и способы их приобретения. В прокуратуру Московского района столицы обратились члены молодежного парламента Чебоксар. У членов молодежного парламента был вопрос, какой же посыл имела эта надпись. Это было месяц назад. Позже у нас был второй случай, где мы тоже обнаружили надпись, такую же идентичную, но уже по другому адресу. Соответственно, такой же запрос написали. И на данный момент эти обе надписи устранены. Эксперты внимательно изучили надписи и пришли к выводу, что это закамуфлированное объявление о продаже запрещенных веществ. А федеральный закон запрещает пропаганду наркотиков и распространение сведений о местах и способах их приобретения. В связи с выявленными нарушениями прокуратуры Московского района были внесены представления в адрес общества с ограниченной ответственностью коммунальной технологией и управляющей компанией «Сфера». По результатам рассмотрения этих представлений нарушения были устранены, надписи замазаны, а виновные лица должностные привлечены к дисциплинарной ответственности. Для проведения соответствующей проверки материалы были направлены и в МВД по Чувашии. В ходе проверки указанной информации нами проводится работа по установлению лиц, которые занимаются сбытом наркотиков, а также установлены лиц, которые могли оставить указанные надписи. В целях задержания указанных лиц мы будем проводить работу и продолжать оперативно-расследовательные мероприятия. Несмотря на то, что официально акция «Сообщи, где торгуют смертью» завершилась, работа в этом направлении продолжается. В прокуратуру району поступила свежая информация от активного селения, о том, что вот по этому адресу опять разместили информацию о реализуемых смесях, о способах их приобретения. Будем реагировать. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. 85 лет назад в Чувашии была создана книжная палата, архив, в котором хранились все издания, выпускаемые в Республике. Газеты, журналы, учебные пособия, монографии, художественная литература. Все это можно найти на стеллажах в специальном отделе Национальной библиотеки Чувашии. Теперь листала страница истории и наша съемочная группа. Только представьте себе, все газеты, выходившие в Чувашии за ее пределами, но имевшие отношение к нашей республике, хранятся на этих полках. Все-все, начиная с первого номера газеты «Хабар», вышедшего 110 лет назад. Есть и более древние издания «Евангелия» на чувашском языке, первые чувашские буквари и словари, датированные XIX веком. Первый чувашский календарь, например, был издан в 1867 году Золотницким в Казани. Последующие издания календарей уже производились, печатались они в Чебоксарах. Вот, например, календари на 1927, на 1925 год и выглядели вот таким образом. Это сейчас есть телевидение, интернет, а тогда самым главным и доступным источником информации были газеты, которые отзывались на все события, происходившие в обществе. Можно сказать, здесь сосредоточена история нашего края с разбивкой по дням. В интернете такого точно не найдешь, хотя частично печатный фонд оцифровывается. В первую очередь электронными версиями обзавелись особо ценные экземпляры. В прошлом, позапрошлом годах мы оцифровали периодические здания местные, республиканские, Красную Чувашию, Чуваш-Комуны за годы Великой Отечественной войны, то есть с 1941 по 1945 год. В 1917 году будет 100 лет со дня начала Гражданской войны в России. За годы Гражданской войны в нашем фонде какие книги есть, какие журналы есть, полностью это мы оцифровали. Фонд печатных документов книжной палаты уникален. Это единственная полная коллекция национальной печати, включая такие здания, как плакаты, афиши, открытки. У театра кукол был юбилей. 70 лет было. Они просили найти первую афишу, то, что у нас хранится, их репертуара. Вот мы им нашли афишу. Вот выставка картин Юрия Зайцева. Сегодня, спустя 85 лет, книжная палата входит в структуру Национальной библиотеки Чувашии как специальный отдел. Архив по-прежнему ежедневно пополняется. И, чтобы исследователям и читателям было легче ориентироваться в полиграфическом море, сотрудники книжной палаты регулярно составляют летопись печати. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. Сегодня в Русском драматическом театре очередная премьера. На сцене постановка по пьесе французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта «Отель двух миров». О выборе между жизнью и смертью в нашем следующем сюжете. Сам того не желая, каждый из героев пьесы стал постояльцем «Отеля двух миров». Сюда попадаешь в тот самый момент, когда оказываешься на грани жизни и смерти. Причем получить ключ от номера может любой. Богатый или бедный, добрый или злой, молодой или старый. Один из вынужденных жильцов – молодой француз-мизантроп Жюльен Порталь. В результате автомобильной аварии он впадает в кому. Я для себя определил, так скажем, главную цель, что я хочу сказать своей роли. Самое важное в жизни – это время, то, что не вернуть. И вот надо жить здесь и сейчас. Главная проблема героя – что он свое время-то упустил. И вот сейчас осознает, пытается нагнать. Жизнь в «Отеле» такая же, как и на земле. Люди выясняют отношения друг с другом, разбираются в своих чувствах, приходят к пониманию и принятию себя. Но есть одна существенная разница – в любой момент постоялец может исчезнуть. Вернуться на землю или покинуть мир навсегда – все зависит от самого человека. Увидеть, как герои разбираются в хитросплетениях судьбы, можно будет уже 10 декабря. Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2018 года пройдет в китайском городе Тайцан. Решение об этом было принято на Совете Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций, заседание которого проходит в эти дни в Москве. Напомню, что причиной, по которой чебоксарам отказали в проведении мирового первенства, послужил допинговый скандал в августе этого года. И еще о спорте. Они еще не умеют сбивать хит-трик и только мечтают попасть в континентальную хоккейную лигу. Но уже сейчас твердо стоят на коньках и могут похвастаться быстрой реакцией. Сегодня, во Всероссийский день хоккея, наша съемочная группа побывала на тренировке юных спортсменов. Степан Ионов занимается хоккеем три года. Последние два из них учатся защищать ворота. Иногда, когда позволяет время, к основному тренерскому составу, обучающему детей, подключается вратарь хоккейного клуба чебоксара Дмитрий Ряженов. Он для Степана признанный авторитет. Упорство и трудолюбие – это самое основное. С первой тренировки тяжело, конечно, что-то разглядеть, но желание, это точно могу сказать, что желание можно увидеть сразу у человека, у ребенка. В основном у молодых начинающих хоккеистов, ну и этого желания предостаточно. Юные спортсмены тренируются практически ежедневно. После школы ребята сразу же бегут на лед. И, как ни странно, успеваемость от этого только улучшается. Он всегда рад тренировкам. У него наибольшее наказание – это не пустить на тренировку. Командный спорт он дисциплинирует, поэтому даже и в учебе так же. Наверное, дисциплинирование становится человеком, какая-то появляется ответственность. В одной группе со Степаном тренируется 40 ребят. Кто из них станет чемпионом, покажет время. Желание же есть у всех. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова